Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Это программа «Лучшее в стране». И, между прочим, прямо сейчас мы с вами поговорим и узнаем тоже об очень уникальном проекте, первым и единственным в нашей стране. Это фестиваль «Усадьба джаз», впереди у которого юбилей, 15-летие. Я счастлива представить вам свою сегодняшнюю гостью. У нас в гостях основатель, автор идеи и президент фестиваля «Усадьба джаз» Мария Семушкина. Маша, добрый день! Да, добрый день! Огромное спасибо, потому что для нас, правда, большая честь и большая радость видеть себя в этой студии, потому что фестиваль в нашей стране уникальный. Я знаю, что у него огромное количество поклонников. И как раз-таки впереди будет очередная возможность встретиться всем любителям джаза, просто хорошей музыки любителям. И всё случится уже очень скоро, 2-го, 3-го июня. Я, конечно, хотела сначала тебя попросить, чтобы ты, может быть, в нескольких словах о предстоящем мероприятии рассказала, а потом, конечно, мы поговорим ещё. Всё совершенно верно. 2-го, 3-го июня мы все соберёмся в «Усадьба Архангельская». Для тех, кто не в курсе, хочу сказать, что это уникальный дворцово-парковый ансамбль, который находится буквально в пяти минутах езды от МКАДа. Это Линское шоссе, на самом деле, не так далеко отсюда. И место действительно волшебное. Это, можно сказать, такой русский Версаль. Прекрасный, красивый парк с очень красивым дворцом. И фестиваль занимает всю территорию этого уникального места. Прекрасные дорожки, газончик, где можно расположиться, слушая музыку. Наслаждаться также можно архитектурой. И вообще гулять, впитывать в себя действительно прекрасную атмосферу праздника. Фестиваль у нас изначально действительно содержит в себе такую важную составляющую, как джаз. Это действительно такой наш стержень. Это то, вокруг чего вообще всё, скажем так, начиналось. Но, безусловно, в программе будут не только традиционные джазовые коллективы. Будут, скажем так, смежные жанры, будут прекрасные, качественные музыканты, которых мы приглашаем, в том числе из очень многих интересных зарубежных стран. Это действительно большие мировые звёзды. В этом году, конечно, на 15-летие мы решили сделать программу очень интересной, такой, можно сказать, серьёзной, весомой, с такими большими, серьёзными звёздами. И я хотела бы, конечно, рассказать немножко о них, если ты позволишь. Конечно. Фестиваль проходит два дня. Можно, на самом деле, выбирать билет. У нас есть абонемент, который позволяет приходить на фестиваль в течение двух дней. Либо выбрать какой-то один из дней, когда есть возможность, либо где программа действительно может как-то совпадать по вкусу с нашими гостями. У нас из таких ярких российских звёзд я, конечно, отметила бы певицу Ёлку, которая, несмотря на то, что для большинства людей, для большинства, наверняка, наших телезрителей, радиослушателей является такой, можно сказать, популярной певицей, странной певицей. Конечно. Я предполагаю, что сейчас многие сказали, но при чём здесь джаз? Да, но она, конечно, будет исполнять не джазовую программу, но в её составе играют музыканты, которые в том числе играют джаз, которые очень любят джаз. И я бы называла это таким красивым словом «импровизационная музыка». И Ёлка готовит специальную программу для фестиваля. Это будут её песни, её репертуар, но немножко в другом звучании. И я не раз уже слышала её с этим проектом. Это такой, скорее, сол-формат. Она очень может органично вписаться действительно в нашу программу. Также у нас в программе будет прекрасная тоже, не менее прекрасная, а замечательная, красивая барышня по имени Манижа. Манижа молодая, достаточно уже такая, ну, известная, но тем не менее, скажем так, подающая надежды. Но в прошлом году она у нас выступала на малой сцене, а в этом году я поняла, что она со своим вообще потенциалом, она, конечно, заслуживает выступления на большой сцене. Очень интересный артист. Если для кого-то это имя неизвестно, я вам всем очень рекомендую зайти на её канал в Инстаграме и как раз удивиться, насколько качественно она преподносит свой материал в видеоклипах. У неё настолько креативное мышление, и мне очень нравится всё, что она делает. И вообще я её очень часто называю такой русской Эмми Уайнхаус. Из популярных музыкантов я бы ещё отметила, безусловно, Сансея. Сансея – это бывший участник группы «Пятница», всеми любимый. Он выступит с большим составом артистов на сцене, тоже готовит специальную программу для фестиваля. Также в программе те, кто любит рок-музыку и вообще больше, наверное, знает про историю, скажем так, нашего такого рок-движения, конечно, не может не отметить группа «Аукцион», которой в этом году исполняется 40 лет. И группа «Аукцион» на самом деле тоже звучит очень интересным образом в живом исполнении. Обязательно приходите и посмотрите, что такое «Аукцион» сегодня. В наше время группа действительно с очень большим бэкграундом, огромное количество поколений уже её любят. Ну и в три раза постарше фестиваля. Да, и тем не менее, вот они считают очень часто себя скорее даже более такой прогрессивно-джазовой группой, нежели роковой, потому что звучат они действительно очень интересно, мышление музыкантов мне всегда вот очень вызывает такой большой интерес. Также в программе из российских музыкантов будет Алексей Архиповский. Это исполнитель на русском таком, простом русском инструменте, который называется балалайка. Но тем не менее, Алексей Архиповский одной из своих балалайков в состоянии, во-первых, у него есть прекрасные программы, где он, играя на балалайке, создаёт определённые такие звуки и сэмплирует звучание. Оно получается таким очень объёмным, но он в состоянии вообще держать... Так что это джаз-бенд получается у него в одной балалайке. Не совсем джаз-бенд, я бы сказала, что это такая очень образная, красивая, очень интересная, очень глубокая музыка, которая не всегда может прям иметь отношение к русской традиционной музыке, он может играть даже пинг-флойд на балалайке, он играет разную музыку, исполняет, и вообще в состоянии держать целый большой зал и даёт большие концерты, действительно явление. Это артист, который на самом деле известен на Западе и очень много гастролирует, можно сказать, такое наше российское достояние. Из джаза всё-таки, если говорить про джаз, у нас действительно будет много, конечно же, джазовых музыкантов. Для тех, кто любит и предпочитает такой более традиционный джаз, я бы, конечно, отметила, во-первых, наиболее, скажем, такого известного, знаменитого российского музыканта, которым является Игорь Бутман. Он выступит со своим квинтетом. Уж Игоря точно все знают в нашей стране. Да, я думаю, что Игоря все знают. Вот как раз, если вы хотите услышать такой традиционный джаз, можно послушать Игоря Бутмана 3 июня. Также у нас будет ещё другой саксофонист, который тоже исполняет джаз в более таком современном ключе. Это будет американский саксофонист Донни Макаслин, который приезжает к нам впервые в Россию. И вообще он знаменит тем, что он записал последний альбом вместе с Дэвидом Боуи. Альбом Black Star, который был удостоен ряда замечательных рецензий. Если мы уже начали говорить про иностранные коллективы, то, безусловно, важно отметить, что в этом году исполнилось бы 60 лет прекрасному артисту, которого звали Принц. От которого осталось, на самом деле, прекрасное наследие, огромное количество хитов. И к нам приедет его бэнд New Power Generation и, собственно, исполнит всю программу всех знаменитых песен, которых мы все хорошо знаем. Это будет программа такого, ну, Celebrating Prince называется, вспоминая, как бы, да, и восхищаясь вот таким замечательным творческим наследием этого артиста. А вообще в программе, на самом деле, более 60 коллективов. Обо всех говорить, конечно, сложно. Будет очень много молодой музыки, молодых музыкантов, джазовых музыкантов. Будет отдельная сцена, посвященная детям. Вообще у нас есть целый проект «Усадьба Jazz Kids». Это серия концертно-развлекательных мероприятий, которые проходят в клубах и разных местах города с такой достаточно частой периодичностью, где-то два раза в месяц. Мы устраиваем такие концерты. Концерты-представления, скажем так, для маленьких деток. Это все-таки все проходит в такой игровой форме. И им очень интересно познавать музыку благодаря каким-то игровым моментам. Они, например, благодаря нашей программе, нашему проекту, узнали, что у джаза есть родина, Новый Орлеан. И там жили когда-то вот такие вот черные музыканты, играющие на каких-то редких уже инструментах. Что была прекрасная Элла Фиджеральд. У нас есть программа, посвященная Элле. Что у нас был в России, тоже в Советском Союзе. Тоже замечательный джазовый музыкант, певец, композитор. Леонид Утесов со своим ансамблем. Целая программа «Одесский порт» есть. На эту тему есть программа, посвященная Африке. Но на самом деле все лучшие программы, которые у нас были сделаны, созданы, мы как раз будем показывать на фестивале 2-3 июня. Если у вас есть маленькие детки, можете обязательно прийти вместе с ними. Потому что наше мероприятие очень, во-первых, безопасное. У нас очень комфортно, у нас очень красивое место. Для детей это прекрасные вибрации, которые они могут впитывать вместе с родителями. Просто наслаждаться. Причем добраться, насколько я знаю, можно без проблем. Как на личном транспорте, так и на общественном. Вы знаете, сейчас уже нет проблем, мне кажется, просто даже взять такси. Это не так дорого. На самом деле от метро Микинина можно будет доехать на транспорте. Можно будет доехать от метро Тушинская на маршрут. Ну, как бы есть маршруты определенные, которые идут до Архангельского. Ну и на своем автомобиле, конечно же, будут пробки. Но пробка, мне кажется, сейчас вообще никого не удивишь. Даже просто в обычные дни будни. Вы езжайте заранее, на самом деле ворота фестиваля откроются уже в час дня. Так. И вы можете приехать, подождать, пока начнется программа на главных сценах. Вообще первое выступление начнется в 14.00. У вас будет целый день для того, чтобы лежать на травке. Можно устроить небольшой пикник. Можно попродить по маркету, где будут представлены очень интересные дизайнеры. Какие-то украшения, подарки. Вообще, на самом деле, с пустыми руками у нас никто никогда не уходит. Это очень важный момент, поскольку фестиваль под открытым небом. Это тоже такая принципиальная история. В вашем случае, что синоптики обещают на 2-3 июня? Вы знаете, я сейчас пока, если честно, вот жду такого прогноза уже прямо... Точного. Более точного. Но поверьте мне, за 15 лет мы навидались в такое количество разных чудес, когда бывало так, что Москву заливало проливным дождем, а у нас мы находились словно в каком-то вообще чаше. У нас вообще не капало ни капли. Мы, безусловно, будем информировать в наших соцсетях прямо в день фестиваля, какая погода именно в Архангельском, потому что, вы знаете, вот сочетание позитива, количество, не знаю, одновременно, вот настолько мощнейших артистов, может быть, создает какой-то такой заряд, что... Абсолютно правильно. И очень часто, действительно, у нас бывает, что дождь как бы обходит стороной. Даже если дождь немножко покапает, на самом деле это не повод не ехать на фестиваль, потому что ни одна программа не прекратится, все артисты будут выходить на сцены вовремя. И у вас есть очень красивые зонтики, усадьбы джаз, которые можно приобрести в том числе. Рюкзачки, да. Если что-то можно, можно приобрести, можно приехать уже подготовленным. Я, на самом деле, очень люблю нашу публику, которая уже готовая, приезжая с рюкзачками, с ветровками, со всей амуницией, готова слушать джаз, потому что действительно такого больше, скажем так, в России, воссредоточения артистов уникальных, конечно, вы нигде не встретите. Поэтому я бы очень вам рекомендовала не пропустить фестиваль «Усадьбы джаз» 2-3 июня. Друзья, мы еще узнаем некоторые подробности предстоящего фестиваля. Вы обязательно вставайте с нами. Коротенький перерыв и вернемся. Друзья, я, безусловно, лучший, но, во-первых, потому что единственный, во-вторых, уже за 15 лет действительно всем доказал, что уникальный и самый-самый неповторимый фестиваль «Усадьбы джаз» 15-летие. И приглашаем всех и каждого обязательно прийти, во-первых, отметить этот праздник вместе, во-вторых, в очередной раз насладиться, конечно, выступлением самым ярких, талантливых артистов 2-3 июня и уже вполне традиционное место – «Усадьба джаз», «Усадьба Архангельская». У нас в гостях Мария Семушкина, основатель и автор идеи, конечно, президент фестиваля «Усадьбы джаз». Мы уже немножко поговорили о том, какие артисты будут поздравлять фестиваль с праздником. У нас есть небольшое видео-анонс этого мероприятия предстоящего. Давайте посмотрим вместе. Ну, а есть какие-то возникнут у Марии комментарии, конечно, попросим Машу рассказать, потому что нас не все смотрят, а силы разных причин могут только слушать. Давайте картинку нам покажите, пожалуйста. Это, естественно, я так понимаю, с прошлых каких-то мероприятий. Да, ну, мы видим просто разных музыкантов, видим анонс вот тех, кто будет выступать в этом году. Донни Макаслин, Джейкоб Колье, Игорь Бутман, Перуко, Алексей Архиповский, Ёлка со специальной программой, отдельная сцена «Усадьба джаз-китс», прекрасный, удивительный маркет, возможность перекусить и вот возможность в конце, собственно, главная ссылка, очень быстро просто все это происходит. На покупку билетов, это можно сделать прямо сейчас с нашего сайта, ну и вообще изучить информацию, кто выступает, потому что на самом деле наш фестиваль, он действительно уникален тем, что он собирает по крупицам со всего мира совершенно разных музыкантов. Есть абсолютные гении, вот как, например, Джейкоб Кольер, который приедет в Россию впервые, это артист из Великобритании. Может быть, мы сейчас прям сможем посмотреть фрагмент выступления, да, если есть возможность? Несмотря на свой молодой возраст, ему всего лишь 23 года, он прославился невероятно за счет своих видеороликов в интернете, видеоклипов. Он очень большой любимчик на самом деле больших звезд, в том числе Херби Хэнкок, Куинси Джонса. Он уже получил два Грэмми и выступал даже на самой, мне кажется, выдающейся площадке. Вот как раз те клипы, благодаря которым он прославился, выступал на самой большей площадке. Да, например, в Royal Albert Hall в Лондоне он делает программы с большими оркестрами. Это всегда такое, можно сказать, молодое дарование, но очень интересно, это действительно он очень музыкален, он очень чувствует музыку, он, мне кажется, вообще сама музыка. И для нас, на самом деле, большая радость и честь, несмотря на разные, скажем так, политические сложности, экономические, все равно каждый год нашим гостям все-таки открывать какие-то вот такие имена, которые уже известны на других мировых фестивалях. В этом смысле мы не отстаем от других больших джазовых фестивалей, и нам всегда есть что рассказать и о себе, и о своей музыке, безусловно, но наличие таких имен, как Джейкоб Коллер, как Ришар Бана, которого мы тоже видели в анонсе, прекрасно чернокожего басиста, камерунца, который тоже сделал очень интересную карьеру, он сам выходит из Африки, потом он перебрался в Париж, играл в маленьких клубах, а потом уже добрался, в общем-то, до сольных концертов в самых крупных концертных залах мира. Это такая латиноамериканская, кубинская музыка, такая очень яркая, очень солнечная. Вообще-то, когда он выйдет на сцену, мне кажется, вообще все зарится солнцем, он еще невероятно харизматичен, обаятелен, Ришар Бана. В общем, много иностранцев, много иностранных таких больших звезд. Про Принца я уже рассказала, что будет ребют великого музыканта. Вся его команда, с которым выступал много лет, приедет в Россию. Это тоже, кстати говоря, впервые. То есть очень много премьер. И, конечно, я бы отметила то, что много премьер больших, но, тем не менее, всегда есть место для того, чтобы показать наших российских музыкантов, поставить их, можно сказать, на одну сцену, на один, в общем-то, пьедестал с большими звездами. И эти артисты, такие как Сансей, Ёлка, Игорь Бутман, Алексей Архиповский, большое количество молодых музыкантов, выпускников. Гнесинки тоже будут выступать на небольшой сцене. Так что программа очень насыщенная. Прямо вот берите, открывайте сайт, заходите в раздел программы, делайте для себя, может быть, даже заранее, как я всегда рекомендую, послушать, ознакомиться. И сделайте такую пометочку, вот послушать вот это, вот это, вот это. Потому что одновременно будут работать сразу несколько сцен. Шесть мы увидели в анонсе, шесть сцен, шесть площадок. Сейчас мы, кстати, сможем познакомиться тоже с одним из участников, попросим включить нам видеофрагменты его выступления, ли это клип, что-то будет. Ну, а может, ты нам расскажешь? Да, это Донни Макаслин, это прекрасный саксофонист, который, на самом деле, делал такую долгую карьеру, участвуя в проектах самых знаменитых джазовых музыкантов. На самом деле, его, как бы, отмечали, как, безусловно, профессионала, но вот так вот потом, постепенно он вышел уже на уровень с своим собственным проектом. И замечательный Дэвид Боуэй, ушедший от нас не так давно, вот отметил именно его музыку, его какое-то особое такое звучание и пригласил его для сотрудничества, для сотворчества над последним альбомом. Альбом, действительно, как все, наверное, предсмертные альбомы, обладает какой-то совершенно удивительной магией. И я особенно обращала внимание и на музыку, и на текст, и там заложено очень было много смыслов Дэвидом Боуэй. Ну, собственно, Донни Макаслин приедет как со своей музыкой, так и с какими-то фрагментами из этого альбома. И это, действительно, такое интересное модное имя, которое у нас в России мало кто знает, но я уверена, для тех, кто любит какую-то такую серьезную интеллектуальную музыку, наверняка обратит на него внимание. Ну, вообще, надо сказать, что саксофон – это такой, ну, можно сказать, типичный джазовый инструмент. И, конечно, вот Игорь Бутн у нас будет тоже играть на саксофоне. Очень много саксофона будет, значит. Да, будет Николай Моисеенко тоже, российский музыкант, очень такой сейчас яркий, он тоже играет на саксофоне. Но будут и другие инструменты, будут и пианисты, и гитаристы, и много разных других инструментов будет представлено. И будет, как я уже сказала, даже русская балалайка, Алексей Архиповский, кто нас слушал в первой части, я уже как раз представила действительно такого уникального русского... То есть будет представлено очень много разной музыки, много разных инструментов, много разных граней импровизационной музыки. Маш, за 15 лет проделана, ну, просто колоссальнейшая работа. Если вспомнить, что ты неоднократно в интервью рассказывала о том, что 15 лет назад, когда ты стала заниматься этим фестивалем, был опыт, да, организации мероприятий, приглашения артистов, но конкретно в джазе не было, в общем-то, большого такого, наверное, да, багажа знаний, который бы позволил там максимально быстро и легко составить даже программу элементарную на первый, второй фестиваль. И Лена Моисеенко теперь, да, музыкальный директор, вы вместе составляете программу. Я так понимаю, что вот две девушки, молодые, красивые, талантливые, уже разбирающиеся в джазе, покруче любого джазмена. Уже 40 лет, на самом деле, да, это большой срок. И в течение года, надо сказать же, вот проводится невероятное количество работы, потому что только ты посещаешь там более 15, наверное, различных фестивалей, это и в интернете, наверное, прослушивание и просмотры различное количество. Скажи, на сегодняшний день тебе уже удается вот с первых нот или с первых звуков понять, да, это достойный человек или нет? Я думаю, что на самом деле достойных очень много вопросов, на самом деле совершенно в другом. Вопрос в том, насколько эти достойные музыканты могут быть вообще применимы в России, потому что у нас совершенно отдельный здесь формат, скажем так, фестиваля, отдельный рынок. У нас очень тяжело дается вся вот просветительская деятельность, нам еще много-много лет. Вообще предстоит потратить на то, чтобы вообще людям объяснить, рассказать и как-то вот... У нас для этого как раз существуют и наши образовательные, и детские программы. У нас существует конкурс молодых исполнителей, где мы проводим специальные лекции для музыкантов. И музыкантов образовываем, и публику стараемся образовывать. Я очень много пишу на эту тему, у меня есть и блог в СНОБе на тему разной музыки. Вот это действительно самое сложное. То есть выбрать артиста не проблема. И понять, хоть вот открывают фиши любого фестиваля, если, соответственно, вот прямо вот... И оттуда именно просто. И оттуда, пожалуйста, они с удовольствием приедут. Главное только, чтобы мы заплатили им гонорар, который они хотят. С этим нет проблем. Проблема в России есть с двумя главными вещами. Это вот отсутствие денег, отсутствие спонсоров, сложности в экономике и отсутствие действительно вкуса. И вот прорвать вот эту вот, скажем так, сложную такую стену и вот это препятствие, оно на самом деле... Это много лет приходилось для этого делать очень много усилий. И тем не менее, публика есть, аудитория есть. И мы, конечно, всегда очень хотим, чтобы приходили новые люди. Вот открывали для себя эту музыку, открывали для себя что-то новое в жизни. Я уверена, что их жизнь потом вообще, в принципе, будет, скажем так, играть другими красками после того, как они хотя бы один раз придут на усадьбу джаз, увидят вообще другой мир, других людей. И для нас вот эти новые люди, они как раз очень важны. А те, кто с нами столько лет, я, конечно, всем очень благодарна. У нас действительно такая армия поклонников, преданных людей, которые им ничего объяснять не надо, они нам верят, они всегда знают, что мы всегда все сделаем качественно, красиво и привезем действительно очень хороших музыкантов. Машка, ну есть же явное преимущество у усадьбы джаз-фестиваля, в отличие от других фестивалей джазовых. Это молодая публика, и ты не устаешь об этом повторять каждый раз. Да, это отмечают на самом деле очень многие иностранные директора фестиваля, которые приезжают и с удивлением наружу, что у нас на фестивалях, они говорят, одни седые головы, а у вас вот столько детей, столько молодежи. Действительно, это значит, что у нас есть в этом плане преимущества, и у нас есть возможность это развивать. И надо сказать, что вот мы не поговорили об этом, но это важно, что фестивали проходят еще и в других городах. Если нас сейчас слышат и видят Петербург, 28 июля в Петербурге, в прекрасном, тоже не менее прекрасном, изумительном парке ЦПКО имени Кирова, это тоже одна из усадеб, царских резиденций, Елагин остров с очень красивым белоснежным дворцом на таком зеленом поле. Также Воронеж, фестиваль у нас проходит уже который год, тоже в удивительном, красивом дворце Альденбургских, Екатеринбург. Воронеж будет 7 июля, Екатеринбург, усадьба Харитоновых Расторгуев, это центральный парк города, 21 июля. То есть вот сейчас это вот такие основные 4 фестиваля, 4 города нашего тура, и надо сказать, что возвращаемся мы в эти города всегда с огромным удовольствием, потому что там как раз вообще существует огромный дефицит. Это в Москве сложно, да, столько всего происходит одновременно. А в городах мы отмечаем, что такой большой интерес, такой голод информационный, все так уже устали от засилия, как бы попсы, и от засилия некачественной, к сожалению, музыки. А вот хочется людям все-таки слышать живой звук, хочется видеть талантливых артистов на сцене. Мы как раз вот приходим с этим и с большим удовольствием удовлетворяем этот запрос. У нас есть еще фрагмент выступления одного из предстоящих гостей, это гостья будет, Манижа. Ну, ты уже несколько слов сказала, а не можешь, ну, может быть, еще что-то добавишь. Да, на главной сцене 2 июня. Манижа очаровательный у нее голос, очень интересный тембр. Очень хорошо она работает как раз с видеоматериалом, с видеоклипами и хорошие тексты. Вообще, я отмечаю, что вот она как раз заняла вот такую нишу для тех, кто, может быть, даже любит популярную западную музыку, как Эмми Вайнхаус, например. Она действительно очень, очень интересная. У меня вот бердошка, моя 15 лет, очень любит как раз Манижу. Для меня это как раз сигнал о том, что как раз молодежь может прийти, потому что молодая аудитория, конечно, нам очень важна. Но надо понимать, что фестивали, джазовые фестивали все уже давно, но особенно крупные мировые фестивали. Я действительно, как ты отметила, много езжу на разные, смотрю, как это все происходит. Мне очень важно всегда быть как бы в курсе и иметь такое расширенное зрение, расширенное сознание по этому поводу. Все джазовые фестивали крупные, например, на Верлеанский джазовый фестиваль или фестиваль джазовый в Монтрео в Швейцарии, они все уже давно идут по принципу того, что джаз занимает какую-то часть программы, но все остальное это все-таки какие-то большие звезды. И как раз именно они... В Монтрео выступала группа Нана. Ну это какой-то был, да, удивительный, конечно, кейсик. Ребят, нам рассказывали, да, они были здесь. Вот это удивительно для меня, конечно, но я слушала как раз «Принца», кстати, в Монтрео четыре года назад. Это был один из последних его туров. Невероятно, три дня подряд он играл три разных программы. Один день он был R&B-музыкантом, на следующий день он был рок-музыкантом. Он вообще был многогранный, безумно просто талантливый. Таких артистов, я думаю, вряд ли еще вообще земля родит. То есть он был, может быть, даже в России не так пока еще оценен. Вот я как раз надеюсь, что гости, которые придут к нам 2 июня, в завершении дня на главной сцене как раз вы услышите всю эту музыку, которой была создана этим музыкантом. И, кстати, по окончании выступления этой группы будет торжественный фейерверк в честь, собственно, 15-летия. Третья фестиваля «Усадьба джаз». Еще есть видео, давайте посмотрим сразу, потому что время у нас бежит, а у нас есть фотографии. Тогда давайте посмотрим слайд-шоу. Это фотографии, я так думаю, что они сделаны наверняка в разное время, в разные года, что называется. Выведите нам картинку, пожалуйста, тоже на экран. Да, вот так, собственно, выглядит главная сцена, вот так выглядят наши счастливые люди. Вообще, это фестиваль счастливой жизни, как мы очень часто говорим. Музыка, конечно, это самая главная составляющая, но очень важную роль играют непосредственно сами наши зрители. Вообще-то, атмосфера, которую они создают, когда ты попадаешь, словно открываешь дверь в какой-то вообще параллельный портал музыки. Вот как раз группа New Power Generation. Принцы на картинке, мы видим, много будет музыкантов на сцене. А это Ришар Бана очаровательный, который... Жалко, здесь фотографии, где он не улыбается, у него совершенно очаровательная улыбка. Это Доня Макаслин, которая выступала с Дэвидом Боуэмом. Ну, Игоря Михайловича Бутовна, я думаю, все и так знают. Он не нуждается в представлении. А это прекрасная перукова. Вот о ней, кстати, не сказала. Она ведет семинары. Она была у нас здесь, в студии, и даже исполняла несколько произведений. Это группа Аукцион. Олег Горкуша знаменитый. Ну, а это танцы, собственно, на площадке. У нас очень много танцующих людей. А уж невозможно усидеть. Я прекрасно их понимаю. Есть разная музыка. Есть музыка, которую нужно будет слушать непременно сидя. Музыка, под которой танцевать. Но это, собственно, торжественный фейерверк. Очень красиво. Многие говорят, что это самый вообще прекрасный фейерверк, который есть. Ну, конечно, есть на 9 мая, но его иногда сложно поймать, найти правильную точку. А тут прямо перед тобой, сразу над главной сценой, будет вот такой прекрасный фейерверк, еще и под музыку. Вот что немаловажно. Маша, ты очень часто рассказываешь о том, что первоначальная идея была именно главной для тебя, именно создать этот проект уникальный, просветительский такой, можно сказать. И коммерческая сторона, она была абсолютно второстепенная, да, коммерческая выгода, наверное, правильнее будет сказать. Разные были времена, и я так понимаю, что все равно основное, всю эту финансовую историю на себе вытягивают спонсоры, какие-то компании, и, да, и вовсе не государство, там какая-то частичная помощь периодически. Надо вообще сказать, что я сразу как бы забегаю вперед, скажу, что мне вообще было бы легче, если вообще не существовало никаких денег. Я просто могла бы вот творить и делать это. И для меня это действительно самое главное. А тут надо как-то вот, как-то все это оформлять, какие-то сметы, к сожалению, эти сметы, потом надо в последний момент резать, выкидывать что-то очень важное, потому что на что-то действительно не хватает средств. И действительно никаких квартир и дачи на Лазурном берегу, к сожалению, за эти годы мною не было приобретено, и вряд ли будет, потому что на самом деле это очень рискованный действительно бизнес. Он бизнес для абсолютно отчаянных людей, которые в это влюблены. Ну иначе этого просто не было. То есть если смотреть на это с коммерческой точки зрения, это очень большой, очень затратный, очень сложный проект. И, во-первых, это опен-эр, это огромное количество техники, которые привозятся, завозятся. Мы строим целый город, надо понимать, мы строим целый город на эти два дня. И, конечно, очень часто, ну, как говорят в бухгалтерии, дебет с кребетом не сходится, потому что в последний момент ты понимаешь, что что-то подорожало, где-то что-то не нашлось, где-то и в последний момент соскочили какие-то спонсоры. Такое тоже бывает. Но, тем не менее, в этом году с нами все равно очень достойные компании. Сбербанк первый, это Мастеркард, Мегафон. Это на самом деле очень важно, что есть, находятся компании, которые готовы поддерживать не просто какие-то, вот, скажем так, проекты супермассовые, ну, не знаю, футбол, например, да? Ну да. Понятно, что он обладает, естественно, гораздо большим количеством возможностей для упоминания или каким-то коммерческим эффектом. А то, что нас поддерживают крупные компании и стоят с нами рядом, и я надеюсь, так и будет, это действительно просто результат большого труда. Мы действительно большой, крупный бренд, единственный фестиваль в России, который может конкурировать действительно с мировыми фестивалями. А я все-таки хочу все-таки напоминать о том, что мы, Россия, не существуем отдельно от всего мира, мы на самом деле существуем в большом культурном пространстве. Для нас важно быть всегда вот этим мостиком в нашем фестивале между Россией и другими странами, постоянно обмениваться, показывать какой-то диалог, а не находиться в состоянии войны. И вот состояние вот этой атмосферы свободы, дружелюбия, это на самом деле такая очень серьезная прививка для многих людей. То есть люди прям приходят, как глоток вот это вот все впитывают, и выходят уже, говорят, слушайте, вообще другое состояние, уже другие планы, другие идеи. Очень часто люди пишут о том, что вот именно на фестивале мне пришла идея там создать какой-то свой собственный бизнес, я себя поверила, вот именно на фестивале, или там делал приложение руки и сердца. В жизни обязательно что-то новое происходит. Тоже на фестивале, да. Это вот такое очень сильное пространство. И, конечно, если говорить про поддержку государства, то государству есть, что поддерживать, наверняка есть масса каких-то социальных проектов. Мы, конечно, не раз обращались, и очень бы хотели, чтобы государство наше понимало значимость, в том числе социальную значимость проекта, потому что мы делаем очень много еще и для образования. Не просто мы устраиваем праздник, да, продаем билеты, нет, мы на самом деле очень серьезно вкладываемся вообще в развитие музыкальной культуры в России. И очень много за это время сделали. То есть я даже вижу просто, сколько людей поменяло свое отношение к музыке, сколько людей стало более глубоко это воспринимать. А на самом деле музыка, культура, это то, что делает нашу жизнь лучше, делает нашу жизнь краше. Поэтому вот это то, что на самом деле, несмотря даже иногда на самые провальные финансовые моменты, которые случались, поверьте, не раз, и иногда хотелось все бросить. Но когда ты понимаешь вот эту вот благодарность, когда ты понимаешь, что дает это вот, какой выхлоп по итогу, и потом это все разворачивается дальше и дальше, и к нам приходят уже и детки, которые выросли на фестивале. И еще сохраняете семейные традиции. Да, семейные традиции, это очень важно. Можно прийти всей семьей вместе, провести целый день под хорошую музыку. Да, и в очень-очень красивом и совершенно безопасном месте, потому что для многих там массовые мероприятия, это большие там толпы. Нет, ну вот приходите в Архангельск, я надеюсь, что вы все сами увидите, насладитесь музыкой. На июне, друзья, обязательно спланируйте свою жизнь так, найдите время, еще оно, кстати, есть, чтобы и билеты приобрести, и продумать маршрут, как будете добираться, и так далее, и тому подобное. Коротенький прерыв, скоро вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Основатель, президент фестиваля «Усадьбы джаз» Мария Семушкина сегодня в гостях в программе «Лучшее в стране». Друзья, впереди 2-3 июня, «Усадьба Архангельская» и 15-летие фестиваля, нам с вами быть обязательно там нужно. Давайте все правильно спланируем, но у нас осталось совсем немножко времени для общения с Машей. Используем каждую секундочку максимально. Ну, во-первых, я знаю, что у нас еще парочку гостей есть видео, чтобы сразу заинтересовать, может быть, еще больше поклонников этого фестиваля. Вот мы сейчас с вами слышим и видим звуки. Да, это «Мэджик Ол». Хорошо вам известная команда, Да, эта команда откроет фестиваль как раз 2-го июня на главной сцене «Портер». Прекрасная, солнечная, веселая музыка, которая сразу задаст, на мой взгляд, такой правильный вообще ритм, темп, ощущение фестиваля. Поэтому дальше уже начнет все как бы проистекать каким-то образом на разных сценах. Будет действительно много разной музыки. Можно будет где-то потанцевать, посидеть, послушать серьезный интеллектуальный джаз. И на фестивале, на самом деле, можно будет сразу же купить диски, можно будет купить даже пластинки, если есть любители винила. Вообще уйти не с пустыми руками. Диски артистов, которые будут выступать на фестивале, участников фестиваля? И диски участников, и наш очень качественный, хороший сборник, где мы соберем как раз всех лучших, кто выступает в этом году. Какие молодцы! Это специально 15-летие были в общинной издании. Мы на самом деле выпускаем диски уже 15 лет. Каждый год мы делаем такую подборку, специально, чтобы у человека было потом с собой где-то в машине возможность прослушать еще раз, если кого-то он не услышал. И винил тоже будет представлен. Много разной джазовой музыки. К нам очень часто все приходят, как раз такие люди-меломаны, понимающие, знающие хорошую музыку. Поэтому мы для них как раз все это устраиваем. Маша, очень хочу поговорить еще о твоем детище, арт-агентстве Art Money. Чем сегодняшний день оно занимается? Чем можно гордиться? Конечно, мы занимаемся прежде всего фестивалем. И это, наверное, 99% всей нашей работы. Фестиваль на самом деле готовится заранее. Уже начиная где-то с... Наверное, с сентября месяца мы уже готовим, скажем так, летний тур. Едва успев, можно сказать, отдохнуть. А также мы делаем городские праздники. Не раз в Москве на День города мы делали джазовые фестивали, фестивали классической музыки, новой классики. Мы проводили поэтические чтения. То есть вообще все, что касается такой сферы качественной культуры, качественной музыки, мы как раз этим занимаемся. Плюс мы в течение года устраиваем еще хорошие концерты, например, в Доме музыки. И в Петербурге делали концерты не раз и в Мюзик-холле, и в филармонии Шостаковича. Вот в начале, как раз, когда я пришла, была группа Би-2. Вот один из проектов, который мы когда-то, собственно, создали, спродюсировали, это был проект Би-2 с оркестром, как раз который мы были первыми, кто это организовал. И, собственно, дальше сейчас он уже прекрасно, скажем так, живет сам по себе. Существует, да? Существует. Существует, да? Существует. Существует, да? Существует программа с живой музыкой. Также мы делаем корпоративные и частные мероприятия. Очень часто к нам обращаются, когда, например, людям нужна какая-то очень именно качественная, хорошая, такая вкусная атмосфера. И это могут быть какие-то ужины с красивой музыкой, или это могут быть действительно достаточно крупные и большие мероприятия. То есть у нас, на самом деле, большой арсенал вообще разных, скажем так, инструментов. Ну, прежде всего, конечно, музыка. И очень разная. Если кому-то вдруг из наших сейчас телезрителей, радиослушателей, нужно что-нибудь такое особенное придумать на праздник или придумать на какое-то знаковое событие, здесь как раз вот мы в этом смысле можем всегда помочь. И очень часто люди сталкиваются с тем, что не знают вообще, берут каких-то артистов, ну, традиционных или каких-то известных, а бывает так, что мы можем создать атмосферный вечер, например, в стиле Кубы, я не знаю, там, в стиле, в каких-то, в каком-то этническом стиле, африканц, в каком угодно, на самом деле. Наш действительно богатый опыт и понимание того, сколько есть разных артистов, нам очень в этом помогает. Маша, я восхищаюсь тобой. Прими, пожалуйста, мое восхищение. Слова благодарности за то, что ты, конечно, к нам сегодня пришла. Удивительная абсолютно девушка, потому что для тех, кто не знает, еще и мама трех замечательных дочек, очаровательных. И человек, которая создала действительно уникальный проект в нашей стране, которому хочется пожелать многое-многое лето. И, между прочим, за эти 15 лет, ведь, понятно, были всякие сложные ситуации с организацией каждого фестиваля. Тут и в личной жизни, ну, всякое происходит и случается. Скажи мне, пожалуйста, и для всех, может быть, тоже это будет важной информацией, что помогает, за что держаться, когда опускаются руки, когда кажется, что все против тебя. Ну, я думаю, что нужно держаться за вечное, держаться за смыслы, за понимание того, что всем, на самом деле, движет и правит любовь. И когда эта любовь есть, и есть вот это вот ощущение, что тебя за тобой как бы ангелы стоят, и как-то тебя, несмотря ни на что, проталкивают. Я думаю, что именно любовь к делу, она вот мне очень сильно все эти годы помогает, вытаскивает самых, конечно, сложных ситуаций. И я стараюсь всегда находить баланс между семьей, работой. И иногда из семьи сбегаю на работу, потом с работы сбегаю в семью. То есть везде нахожу... Или все вместе собираешь, и коллег, и девчонок на работу к себе брать, и... Да, да, здесь важно всегда находить вдохновение. Но меня окружают невероятно интересные, конечно, люди, музыканты. Это такой красочный мир. Поэтому здесь как бы у меня вообще нет никаких вопросов, скажем так, к мирозданию. Я считаю, что мне, конечно, очень повезло, что у меня есть ключи вообще от этого мира, что я имею возможность общаться с такими прекрасными людьми. И я не ищу ездить по миру. Потому что когда меня приглашают куда-то в Африку, или когда меня приглашают куда-то в разные... в дальние, в разные страны, я иногда являюсь единственным человеком от России, который вообще они видят. Я понимаю, что я еще и как бы представляю свою страну. Конечно. И поэтому это действительно очень интересное дело. И я надеюсь, что оно будет процветать, и еще как можно больше будет людей, которые будут приходить на наши фестивали. Для нас это самое главное. Пусть обязательно исполнится все задуманное. Я уверена, что в голове у тебя еще масса гениальных идей. Спасибо. Поздравляем фестиваль «Усадьба джаз» с 15-летием. Мария Семушкина, друзья, основатель и президент фестиваля. Ну а мы с вами обязательно 2-3 июня, конечно, отправимся в усадьбу Архангельской. На такое событие пропустить нельзя. Спасибо большое, Мария. Спасибо, да. Я очень буду рада встрече. Приходите. Программа «Лучшее в стране». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова